Всем привет! Зовут меня Лохтеров Вячеслав Александрович. Я собрал вас на вебинаре, который посвящен удивительному событию. Microsoft SQL заработал под Linux. Пару слов о себе. Я сотрудник Бауманского университета, работаю инженером в центре управления сетью. И так получается, что не преподаю в университете, хотя, наверное, когда-нибудь это случится, но пока сил нету. Студентов я учить не могу пока. Вот, поэтому преподаю в учебном центре, специалист при МВТУ, совмещаю две работы инженера и, собственно, преподаватель. Значит, когда я получил задание провести вебинар, я сразу вспомнил все. Думаю, что же людям рассказать. Значит, Linux, Microsoft SQL. Как бы это интересно, так и хорошо бы рассказать. Ну, и начал с того, что нашел описание, значит, релиза, релиза. И начал выяснять, что же там, собственно, Microsoft предлагает. Вот. Ну, и, честно говоря, пока я этот релиз не читал, я думал, вот круто, я сейчас расскажу что-нибудь такое зубодробительное. Ну, например, аутентификация в SQL-сервере Kerberos под Linux. У нас есть специальный курс. Это такая скрытая реклама взаимодействия с Windows. Там рассматривается интеграция системы Linux и системы Windows. Я рассчитывал, что такую же интеграцию смогу, смогу продемонстрировать в отношении SQL-сервера. Ну, и заманить вас на интересный, сложный, крутой курс. Где он у нас? Взаимодействие с Windows. Взаимодействие с Windows. Взаимодействие с Windows. Походи. Сейчас. Ну, большое, большое. Вот он, взаимодействие с Windows. Крутой курс. Очень мой любимый. Ну, у меня все любимые, но этот один из самых. Вот. Но оказывается, что ничего подобного показать не удастся. Вот, unsupported features. Первым делом я увидел, что вот безопасность там явно не реализована в полном объеме Microsoft SQL-сервера. Вот. Ну и подумав, я решил, что просто продемонстрирую, что каждый из вас может дома взять все, что нужно, развернуть этот SQL-сервер, подключиться к нему. Ну, а как бывший разработчик немножко и администратор SQL-серверов, честно вам скажу, что обычно к SQL-серверу приложение подключается одной учеткой с полными правами и дальше никакой керверсовой идентификации, как правило, не надо. Поэтому убедимся с вами, что можно SQL-сервер использовать и под Linux. Я не имею в виду Microsoft SQL-сервер. Еще мы посмотрим, на каких платформах его можно развернуть. Вот. Значит, да, вот смотрите. На двух коммерческих Linux. Значит, это Red Hat, разумеется. SUSE, нововский дистрибутив, тоже ненамного дешевле. Ubuntu LTS, любимая моя система. Вот. Сейчас у нас такая парадигма, что лучше читать все на Debian, но на классическом, как бы, на основном дистрибутиве, из которого Ubuntu вышла. Но вот видим, что Microsoft к Ubuntu относится хорошо. Кстати, первая моя попытка была развернуть все это на Ubuntu, которое в Windows 10 входит. И, честно говоря, она завершилась неуспешно. Ну и вот Docker еще. Docker тоже готов, значит, контейнер работать. Есть у них релиз. Мы с вами выберем Ubuntu. Уж коль она у нас является флагманом. Вот. И следующие несколько слов я скажу, под чем мы с вами будем это разворачивать. Значит, существует большое количество разнообразных виртуализаций. Да, заходим вот в модуль 2. И на курсах мы активно используем VirtualBox. На предприятиях, где я работаю в университете, мы активно используем V-Sphere. Многие из вас наверняка используют, значит, от Microsoft Hyper-V решения. Почему VirtualBox? Ну, в двух словах. Еще небольшая реклама. Небольшая реклама стоит в том, что у нас есть курс, в котором используется вот этот вот эмулятор, графический эмулятор сетей GNS3, причем сетей Cisco. И этот эмулятор интегрирован с VirtualBox. То есть можно собрать сеть, соединить линиями связи, обычные машины, Windows, Linux, Cisco, роутеры, коммутаторы. И вот целый курс на этом работает. Поэтому в качестве такого выбран GNS. Ну и, соответственно, мы долго не затрачиваем время сейчас под GNS, под VirtualBox, посмотрим, как установить Ubuntu VirtualBox. Ну, кто делал, извините, кто не делал, можете посмотреть и убедиться, насколько это просто. Значит, нам с вами надо будет этот VirtualBox загрузить, но сперва скачать дистрибутив. Опять же, у меня, разумеется, все есть. Где вы можете взять? Ну, во-первых, недавно я писал статью, которая называется «Какой дистрибутив Linux самый лучший?» Почитайте, напишите мне. Кстати, написать можно очень легко. Можно в чат не писать. Вот моя почта, она, в общем-то, из этой Википедии выходит. Вот так вот получается. Вау. Ну, Вики выкидываем. Поэтому напишите, как вам статья понравилась. Какой дистрибутив Linux самый лучший? Мне даже самому интересно, какой же. Поэтому мы с вами будем устанавливать дистрибутив Ubuntu, поскольку Microsoft заявил, что он там работает. Ну, и я показываю, откуда я взял Ubuntu. Разумеется, есть сервер. Разумеется, есть там раздел загрузки. И, соответственно, Ubuntu сервер LTS с долговременной поддержкой. До 2021 года его будут поддерживать, что не может ни рано. Вот, соответственно, download я не буду делать, потому что он уже скачан у меня. Вот он скачан. И остается просто показать, насколько просто в VirtualBox'е эту Ubuntu установить. Значит, следующий наш элемент сценария заключается в том, что мы должны с минимальными усилиями... Вот предполагается, что вы не работали с Linux'ом никогда. Вот не работали, вообще ничего про него не знаете. Вот надо его поставить. Давайте попробуем. Значит, запускаю VirtualBox. Запускаю VirtualBox. Говорю создать машину. Значит, ну, назовем ее сервер. Во всех курсах у меня есть машина-сервер. В данном случае он тоже будет сервер. Тип оборудования будет лучше подходящий под Linux'ы. Кстати, видите, она тут же предложила Ubuntu 64-битную. Вот, ну и дальше двигаемся. Значит, я так быстренько прочитал релиз Notes. Но если внимательно на них посмотреть, то мы увидим, что там заявлено, что система должна работать не меньше, чем сколько-то там, 3,25 гигабайта. Поэтому мы увеличиваем количество памяти сразу до 4 гигабайт. Ну, почитайте, релиз Notes найдете. Вот, ну, а насчет дискового пространства никаких баз данных больших я создать не успею. Поэтому все по умолчанию. 8 гигабайт она предлагает, вполне достаточно. Ну, и вот возьму провокационно, просто скажу. Да, давай, запускайся. Запускайся. Вот. Ничего, стараюсь как можно меньше действий сделать. Ну, и умный VirtualBox видит, что никакого дистрибутива у нас не установлено, вернее, никакой системы не установлено, спрашивает, где взять источник инсталляции, да, компакт-диск. Ну, и вот наш с вами компакт-диск в разделе загрузки имеется. Вот это все у нас люди делают на курсе администрирования Linux. А мы все это делаем, обсуждая, с комментариями. Хотя, честно говоря, этап инсталляции нигде подробно не рассматривается по очень простой причине. Важно, чтобы человек умел после инсталляции все, что надо в системе сделать. То есть вот этими визардами мы стараемся пользоваться минимально. То есть задача нажимаем просто Enter. Будет несколько вопросов, на которые надо ответить будет детально. Ну вот, хочу показать, что Ubuntu можно установить просто, не задумываясь над этими вопросами, просто жмите Enter и все. А за деталями на курс администрирования. Жду вас, приходите. И, соответственно, здрасте. На вебинар? Нет. Нет? Тогда спросите на входе, куда вам нужно. Так, значит, я тут замерял время. Минут 5-7 должна инсталляция Ubuntu пройти, поэтому много времени не займет. Вот. Ну давайте посмотрим, да. Да, вот оно где-то там получило, где-то получило хост Ubuntu. Ну, не знаю. Ну, давайте оставим Ubuntu, не будем. Вот задача еще раз. Ничего не меняем. Ничего не меняем, не меняем. Просто говорим Enter. Ну, вот здесь уже Enter не скажешь. Дело в том, что к Linux серверу надо будет подключаться как-то. И мы будем подключаться к традиционной учетной записью с курсов. Учетная запись называется Student. Вот. Правда, здесь надо фамилию, имя, отчество написать. Но не буду я писать фамилию, имя, отчество. Вот это уже логин. Студент. Так, и пароль. Пароль маленькими буквами, паспорт. Самый неправильный пароль, который только может быть. Ну, для наших экспериментов сойдет. Домашний каталог. Все, даже не объясняю, что это такое. Курс администрирует. Таймзона. Вот. Ну, и, соответственно, сейчас будет выясняться, какие у нас есть диски. И должна система к нам установиться. Опять же, максимально нажму на Enter. Если еще раз интересно, приходите на курс администрирования. Мы там под косточком все разбираем. Каждый элемент. Так, да. Ну, и записать на диск. Вот она автоматически разбила нам разделы. Все это мы записываем. Вот. Ну, и процесс какое-то время пойдет. Пойдет и займет какое-то время. Обычно на занятиях мы постараемся совмещать вот такие длительные. Ну, длительные. Тут вот пять минут он будет идти с какими-нибудь перерывами. То есть максимальную плотность материала пытаемся обеспечить. Вот. Ну, в данном случае еще раз. Цель показать, насколько просто каждый из вас может поставить себе Linux полноценный сервер без каких-то ограничений. И, в частности, на него поставить какой-нибудь полезный сервис типа Microsoft с коэль-сервера. Так. Так, так, так. Ну, давайте пока она ставится, посмотрим, что у нас дальше. Значит, да, техническое задание установить систему. Вот мы делаем. Как раз вот в релиз Notes рассказывается о том, что требуется. Так, сейчас он у нас поставится. Мы должны будем к нему подключиться. Рекомендую вам видеоуроки. Вот в том списке, который я вам дал, видео, есть в том числе вот этот видеоурок, рассказывающий, как раньше люди работали в командной строке. Вот. Я, честно говоря, эти времена не застал лично. Но уверен, что что-то похожее было. Так, тут продолжают вопросы, на которые можно просто Enter нажимать. Вот. И, соответственно, она должна. Вот. А второй видеоурок уже гораздо такой серьезней, фундаментальный. Я попытался рассказать принцип работы вообще терминального доступа. Потому что это как раз вот то, что отличает графический интерфейс от текстового. Вот. Ну и, значит, все особенности, причем на таком, ну, старался низком уровне, там, оперирую такими словами, как драйвер, оборудование. Прерывание и так далее. Все-таки меня учили в высшей школе. Вот. И, соответственно, я это все старался запомнить. Так. Ну, давайте посмотрим, как она у нас себя ведет. Засекайте, сколько времени. Мне кажется, она инсталируется уже минут шесть. Да? Вот. Сколько в сумме будет. Вот. Так, 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 так. Так. Автоматический апдейт, да, не будем делать, разумеется. Опять же, курс администрирования. Так. Вот здесь тоже просто нажму Enter специально, чтобы продемонстрировать, ничего не нужно делать на начальном этапе. Все можно сделать потом. То есть, фактически, я не нажимал Enter там, где вот надо было указать имя пользователя с его паролем. Ну, и, по-моему, еще подтвердить, что вы разбили свой жесткий диск, готовы потерять на нем все данные, которые там были. Вот. Ну, и, соответственно, завершение инсталляции должно произойти. Так. Ну, пока она ставится. Хочу показать, что в самом VirtualBox мы с вами ничего не настраивали, разве что указали тип оборудования для Linux подходящий, размер жесткого диска. Но мы с вами, как администраторы, должны о чем заботиться. Куда наш сервер воткнут? В какую сеть? И вот здесь я, пока она ставится, потрачу несколько минут. Если вы занимаетесь дома, например, дома, у вас, наверное, есть своя локальная сеть. Какой-нибудь Wi-Fi роутер раздает какие-нибудь динамические адреса. И вот посмотреть, какие адреса он раздает, можно с помощью приложения CMD и команды IP-конфиг. Вот мы видим, что здесь раздается сеть 10, 5, 7. И, соответственно, далее IP-адрес, шлюзы, DNS. Так вот, для того, чтобы в VirtualBox машина была подключена к вашей локальной сети, чтобы она получала IP-адрес какой-то настоящий, чтобы вы могли подключаться к ней с этой же системы или даже с другой системы в вашей домашней сети, и запросто можно подключаться к виртуалке, работающей на одной хост-машине, с другой клиентской машины. Так вот, ее надо правильно включить. И вот если сейчас посмотреть настройки, то наша машина подключена сетью в какой-то NAT. Что такое NAT? Трудно сказать. Ну, сейчас вернемся к этому вопросу, что там у нас происходит. Так, да, вот вопрос, на который тоже надо дать ответ. Grand Universal Good Loader Graph. Так, грубо говоря, надо ли устанавливать или не надо? Да, надо устанавливать. Вот он устанавливается, загрузчик, опять же, курс администрирования. Что там происходит, когда включили питание системы, когда первичный загрузчик загрузился, вторичный и так далее. Так, ну давай уже в бунт. FreeBSD быстрее гораздо ставится. Но в данном случае под FreeBSD, как вы видите, Microsoft не стал. Так, инсталляция закончена. Система уверена, что она работает на настоящем железном сервере. Опасается, что мы не вытащим CD-ROM и снова загрузится из CD-ROM. Скажу сразу, что на самом деле VirtualBox достаточно умный. И как в первый раз он предложил нам загрузку с CD-ROM самостоятельно, так и сейчас, в общем-то, загрузит установленную операционную систему, а не заново начнет загрузку с CD. Вот. Ну так вот, продолжая разговор о том, что куда наша система подключена. Система наша подключена сейчас не в ту сеть, фактически. И, конечно, можно ее в нужную сеть включить. Вот я иду в машинный зал, выбираю сеть. Надо подключить его, на самом деле, сетевым мостом к вашей сетевой карточке. Ну, обычно одна сетевая карточка. Вот на курсе Astorisk будет система, в которой две сетевые карточки. Окей. Вот. Но, по-моему, по-моему, Ubuntu об этом не догадается. Так. Как посмотреть IP-адрес? Значит, опять же, у нас с вами план лабораторных работ, да. Подключение к физической сети мы с вами прошли. Динамическая настройка параметров сети Linux. И вот здесь можно увидеть, что у нас сейчас команда IPA покажет, какой IP-адрес у нашей системы. IPA. Да, видите. Так. Ну, я сделаю просто. Опять же, наша цель – самый простой вариант. Выключаю машину, помещаю ее в правильную сеть. Или мы ее уже поместили в правильную сеть? Поместили, по-моему, да. И запускаю снова. Хотя, разумеется, можно было бы показать вам команду, которую выключит DHCP клиент, заново его запустят и так далее. Но еще раз. Цель вебинара – это показать, что каждый из вас может себе Linux завести самостоятельно, не имея какой-то такой груз, какой-то груз знаний. Потому что предполагается, что вы знаете Microsoft SQL Server. И хотите посмотреть, как он работает в Linux с минимальными усилиями. А потом прийти к нам на курсы и узнать все о Linux абсолютно. Итак, я подключаюсь, как пользователь студент, с паролем «Паспорт» и узнаю IP-адрес моей системы. IPA. Обратите внимание, видите, 10, 5, 7, 7, 2. Теперь мне к этой системе надо подключиться. Чтобы к этой системе подключиться, я должен запустить в этой системе сервис SSH. Ну и вот здесь сразу три пункта, рассказывающих о том, как поднять себе привилегии, как использовать менеджер пакета FAP и как установить сервис SSH. Я их сделаю, не открывая эти пункты, с вашего позволения, чтобы у нас это меньше времени заняло. А вы можете подробности почитать. И, соответственно, я делаю. Я повышаю себе привилегии и говорю apt-update. Вот свежеустановленная система, имеет подключение к репозиторию. И сейчас выясняет, какие программы можно поставить из-за репозитория. Репозиторий здорово напоминает, что у нас там в андроидах или в Apple девайсах. А в story или что там у нас в андроиде. Ну и, соответственно, apt install SSH устанавливает SSH сервер. Ну и Ubuntu, являясь наследницей дистрибутива Debian, тут же этот запускает SSH сервер. И к нему можно будет подключиться. Ну, дам все-таки одну команду полезную. Мы потом с вами еще к ней вернемся. Когда мы с вами установим SQL сервер, мы захотим увидеть, работает он или нет. Мы сможем это различными путями выяснить. Например, посмотреть, слушает ли он порт. Ну-ка мне в чат напишите, какой порт использует TCP SQL сервер для подключения. И вот команда lsov. Вот с такими ключами показывает нам сейчас. Да, 1433, да, спасибо. Люди знающие пришли. Вот, соответственно, она показывает, что на 22-м порту работает сервис SSH, и я могу к нему подключиться. Опять же, в сервисе SSH в теме рассказывается о SSH клиентах. И один из самых популярных SSH клиентов. Ну, кто вспомнит, какой IP-адрес наша машина получила. 10, 5, 7. Честно говоря, я не помню. Придется посмотреть. IP-а. 72. Ну, я почти вспомнил, я просто не стал рисковать. Вот, значит, почему надо подключиться к клиентам? Дело в том, что дальше нам с вами надо будет копипастить различные инструкции по установке Microsoft SQL сервера. И кто с виртуализацией работает, для того понятно, что буфер вот этой машины не совпадает с буфером нашей хост-машины. Ничего сюда копипастить нельзя, поэтому я иногда говорю на занятиях. Представьте, что это сервер серверный, и, соответственно, уйдите из сервера и придите в теплую администраторскую. Так, ну, давайте с вами устанавливать уже SQL сервер, тем более, что ради этого мы здесь с вами собрались. Значит, я открываю руководство, которым нас снабдил Microsoft. И здесь, соответственно, рассказывается на голубом глазу. И вот, в принципе, первая засада. Значит, дело в том, что они не указали, что здесь надо поднять себе привилегии. Причем так смешно получается. Вот в следующей команде они это судо используют, а в этой вот инструкции нет. Ну, в двух словах инструкция добавляет ключ к репозиторию. К репозиторию... А, вот это вот добавляет ключ к репозиторию Microsoft. То у Ubuntu есть свой собственный репозиторий, а можно использовать и в нашем случае нужный репозиторий Microsoft. Поэтому вот эти команды надо будет предварять командой суда и потом уже вставлять из буфера. Вот то, о чем я говорил, правой кнопкой мышки. Главное, чтобы сейчас репозиторий Microsoft был не занят. Вторая инструкция тоже самая. Значит, скачав ключ к репозиторию, который позволяет его подлинность проверить, мы, собственно, синхронизируем информацию о содержимом. Садитесь в репозиторию, именно там есть пакет Microsoft SQL Server, и здесь надо не забывать... Кстати, может, я и не прав, а может, и не надо было суда. Ну-ка, рассказываю. Курл уже работает, да. Нет, на самом деле я зря на Microsoft наехал. Абсолютно зря, да. Да, курл, это программа, скачает вот этот, собственно, ключ, да, уже с повышенными правами мы его добавим. Да, Александр, совершенно согласен, никаким не надо качать посуду, да, это было неправильно. Так, поэтому копируем. И, соответственно, так, а, ну все, синхронизировали, да, синхронизировали. Соответственно, запускаем самый длинный процесс. Ну, я все-таки Microsoft немножко скажу, что на самом деле apt-get теперь не надо использовать. Достаточно apt-update. apt-update. Просто apt работает теперь. Команда, можно apt-get не писать на четыре клавиши, короче. И точно так же можно, ну я скопирую, чтобы уж не переписывать. Также можно писать просто apt-install Microsoft SQL Server. Вот у нас процесс пошел. Так, тоже он займет у нас 7-10 минут. Вот, давайте посмотрим, как он будет идти. Вот, ну и, соответственно, да, да, ну придется дождаться, потому что дальше, давайте посмотрим, что у нас дальше по плану. Значит, дальше по плану мы должны проверить, как он у нас запустился и слушает ли он тот самый порт, который мне уже написали. Написали. Так, ну давайте смотреть. Не должно это много времени занять. Так, ну пакеты закачались, теперь раскрываются. Вот Debra Shredding как раз это говорит о том, что Ubuntu использует Debian. Вот, раскрывается сам SQL Server. Так, хорошо. Значит, дальше они нам рассказывают, так же как в статье, что необходимо инициализировать SQL Server. Ну, в данном случае подразумевается, что мы... Ну, сейчас увидим, что подразумевается. Вот, я копирую то же самое, что они рекомендуют. Вот, подразумевается, что мы должны явно согласиться с лицензионным соглашением, которое не читали. Вот, и, соответственно, лучше, конечно, его прочитать и задать пароль администратора. Ну, на курсах используется майкрософский пароль с майкрософт-курсов, стилизованный паспорт. Я не буду его писать. Многие, кто учились на курсе майкрософт, знают. Ну и вот важная информация. Мы с вами имеем SQL Server на вот такой вот период. Нам сообщают, что SQL Server запущен. Ну, можно проверить это классической командой Unix, grep, SQL, psix, grep, SQL. Ну, и ту самую команду, которую я вам уже показывал. lsof, минус i, минус p, grep, SQL. Увидеть, что он действительно слушает 1433 порт. Так, дальше, не останавливаясь, как подключиться к этому серверу? Кроме сервера, майкрософт под Linux также добавила и клиентские утилиты. Поэтому я хочу это дело показать, установить так называемые тулзы. Тулс. Значит, начинается с того же самого действия, которое мы уже выполнили. Ключ для проверки подлинности репозитория. А вот сам клиент находится в другой ветке, поэтому придется добавить его тоже в список репозиторий. Синхронизировать репозиторий опять, сюда, апт, апдейт. Апдейт. Так, ну и установить. И установить. Вот меня прям подбивает, знаете, что сделать? Вот я у dbc что-то не хочу ставить, а может быть и надо ставить, а может не надо. Но вот хочу проверить на вас, не было времени дома проверить. Попробую поставить только тулус. У dbc драйвер не буду ставить, вот по какой причине. Нет у меня планов в Linux подключать что-то к SQL серверу, какие-то приложения, работающие через dbc. Но к dbc мы с вами вернемся. Кто с dbc работал, тот тому dbc аббревиатура знаком. Так, соглашаемся с лицензионным соглашением. Соглашаемся. Ну и у меня такое ощущение, что она его все равно ставит, что-то как зависимость, возможно. Ну и попробуем подключиться к SQL серверу. Значит, подключиться к SQL серверу можно, указав полностью путь. Значит, ставится ПО в отдельный каталог опыта. Кстати, очень важный момент для тех, кто с Linux работает, знает, что дополнительное ПО ставится отдельно. Ну и можно прописать этот каталог в переменную ПАД, но я не буду этого делать. Сразу тороплюсь проверить, а подключиться-то можно к SQL серверу или нет. Да, не повышая себе привилегии, запускаю командную строку для работы с SQL сервером. Ну и вроде бы подключился. Подключился, соответственно, давайте-ка с вами что-нибудь здесь, что-нибудь с вами здесь в SQL сервере создадим. Ну, минимальный набор действий. Значит, во-первых, хочется проверить, вообще там у нас что-нибудь есть или нет. Я прямо их примеры буду брать. Да, база данных, которая есть. Создаю тестовую базу данных, прямо как они рекомендуют. Наша цель с вами убедиться, что к этому можно подключиться потом. Так, не юз, сначала надо создать базу данных. Не буду торопиться. Так, вот она создалась. Дальше, соответственно, говорю, использовать эту базу данных. Далее создаем таблицу, которую они предлагают с тремя атрибутами. Как правильно таблица называется? Кто в теории баз данных, скажите мне. Таблица называется на самом деле не таблица, а столбцы, не столбцы, а атрибуты я проговорился. А таблица не таблица, а отношения. Так, ага, отношения оно называется. Отношения. Создаем отношения. Буду прямо как на этом самом, в Бауманском университете на занятиях по теории баз данных. Нормальные формы, помните, там такие были. Ну, кто с базами данных работает, наверняка это все слышал. Хотя в простонародье говорят таблица и столбец. Ну ладно, короче, создал я базу данных, создал одну единственную таблицу и создал один единственный... Нет, и две записи в нее добавил. Две записи в нее добавил. Давайте проверим. Select, покажи нам все из таблицы, из таблицы Inventory, точка запятой, go. Я вот помню, задавал каверзные вопросы. Кто скажет, что будет в результате вот такого вопроса? Специально показывать не буду, напишите мне на почте. Ладно, так, хорошо, я прервал это дело. Ну и вот теперь как бы закругляемся. Чем закругляемся? Значит, я хорошо помню, как в 97-м году пришел в этот учебный центр. Меня срочно пригласили. Там заболел преподаватель. Узнали от моего научного руководителя, что я знаю этот предмет. Короче, пришел я преподавать Microsoft Access, ребята. Microsoft Access, кто мог подумать. Вот, и 1 апреля 97-го года я этот Access начал преподавать. Поэтому завершу занятие тем, что продемонстрируем, как из моего любимого Аксесса... Нормально. Нет, все-таки есть. Просто без МС. Как из любимого моего Аксесса подключиться к моему бывшему любимому Microsoft SQL серверу? Поэтому, ну попробую, значит. Да, поменялся Аксесс с тех пор, конечно, ничего не могу сказать. Но что-то все равно очень знакомое, старое. Окошко баз данных по-другому. Значит, мы попробуем подключиться к внешним данным. Использую базу данных у DBC. Вот как раз. Не будем импортировать таблицы, а свяжем с таблицей. Разумеется, хочется, чтобы источник данных был в одном месте. Так, ну и теперь начинается магия. Значит, не файловый источник данных, а источник данных компьютера. Создаем, ну допустим, пользовательский линк с использованием SQL сервера. Вот, драйвер SQL сервера. Вспоминаю и Oracle я так подключал, и там Interbase и так далее. Вообще занимался базами данных активно в свое время. Так, ну и имя. Ну и имя источника, пускай будет, сервер. Значит, сервер сам находится. Кто помнит, где? Кто помнит, где? 10, 5, 7. Ну, кто помнит? 72, по-моему, называется. Так, далее. Да, вот здесь важный момент. Никакой проверки подлинности ENT у нас нету. Помните, мы с вами читали. Release Notes. Ну и, соответственно, все, кто с SQL сервером работает, знают, что там есть учетная запись S.A. И пароль я забил в стилизованный паспорт в этом запись. Поэтому говорю, далее. Так, базу данных сразу попробуем посмотреть. О, смотрите, видите, наша база данных есть. Неплохо так. Так, тест DB. Ну и дальше, по-моему, по умолчанию. Ну, проверю. Да, тест успешно завершен. Ну что, неплохо. Так, значит, источник данных сервер. Подключаюсь к стилизованным паспортам. И вот системные таблицы. А среди них таблицы, которые мы с вами создали в схеме DBO. Вот я эту таблицу подключаю. Но поскольку мы с вами не задавали первичный ключ Microsoft Access, требует от нас указать уникальный столбец. Если бы там был этот параметр, то он бы сам это дело выяснил. Вот. Ну что, ребята, вроде бы, смотрите. Давайте третью запись добавим. Да, 159 тогда. Не могу удержаться. Ну-ка, подключимся отсюда. А здесь-то это есть. Так. Звездочка. From Inventory. Копипастить буду. Go. Так. Ну, видимо, все-таки. Так, по-простому. А, знаю, в чем дело. Надо же сказать, use, use, test, db, да. Go. И потом уже... Ну, видали? И из Windows добавили. Так что все это работает. 170 дней вы можете проводить эксперименты. Видите, за 40 минут мы с вами все поставили. Так что делайте. Спасибо. И спрашивают, а где же ссылки посмотреть? Вот, смотрите, где. Виды обучения, онлайн обучения, видеозаписи прошедших вебинаров. más не Swordover. Ну кака-то. Я закончилась. Ну как я вот, Initiative. Я закончилась. Ну как же. Не забывай. Как же. Это Εцелик. Продолжение следует...